2017 стал прорывным для развития нашего города. Именно так глава Краснодара Евгений Первышев охарактеризовал итоги работы муниципальной власти в ушедшем году. Сегодня мэр на 50-м внеочередном заседании городской думы выступил с ежегодным отчетом перед депутатами. Такой формат предусмотрен уставом Краснодара. В отчете приняли участие первый вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко и председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Александра Жирова присутствовала на этой встрече и узнала, какие перемены сами муниципальные парламентарии считают главными городскими достижениями за ушедшей в 2017-й. Формулировка «год был непростым» про 2017-й в Краснодарской гордуме сегодня звучала не один раз. И каждый из них с ремаркой. Непростой, но успешный. Непростой, но плодотворный. Непростой, но переломный. В сегодняшнем отчете, который как раз и подводил итоги работы муниципальной власти, глава Краснодара Евгений Первышев заявил, всего за один год городу удалось сделать рывок развития сразу в нескольких сферах. Одна из главных – строительство школ и детских садов. Расширяют уже действующие, строят новые. Также в результате работы с бизнесом пополняют фонд городских помещений, которые вполне подходят для соцучреждений. Можно говорить с уверенностью, что в ближайшее время к нам безвозмездно будут переданы помещения по улице Лавочкина. Это огромные помещения, где мы будем располагать нашу муниципальную поликлинику и большой корпус «Еслей». Также договорились с одной строительной компанией по улице Московская и Петра Метальникова. В ближайшее время начнется строиться тоже муниципальное помещение, которое будет точно так же использоваться у нас под поликлиническое звено. Особый акцент в отчете градоначальника на том, как в 2017-м в Краснодаре шла реализация федеральных приоритетных проектов и региональных программ. Эта работа позволила городу за считанные месяцы преобразиться. Отремонтировано больше двух сотен многоэтажек. Местами настоящего отдыха и приятных прогулок стали пять зеленых территорий и 80 дворов многоквартирных домов. Несомненно, город Краснодар – это такое огромное большое хозяйство. Без малого полтора миллиона жителей, это уже можно говорить смело. И с учетом маятниковой миграции это еще больше. Конечно, такая нагрузка на городскую инфраструктуру создает свои определенные сложности. В докладе главы города мы услышали понимание всех основных проблем города Краснодара. Не просто их понимание или констатация, а направление и пути решения, и ту динамику, которая на сегодняшний день уже существует. Вы знаете, я так горжусь, что я живу в городе Краснодаре. Бывая в других городах, сразу оцениваешь. Ой, а как он благоустроен, а какие дороги, а какие тротуарчики. И я прихожу к выводу, а в Краснодаре лучше, а в Краснодаре чище, а в Краснодаре жить гораздо комфортнее. Перемены произошли и в краснодарском бюджете. За 2017-й городской власти удалось закрыть огромную кредиторскую задолженность. Сейчас, по словам мэра, городская казна пока еще в статусе сверхдефицитной. В таких условиях избавление от прежних долгов – серьезное подспорье. За прошлый год бюджет города составлял более 32 миллиардов. И, естественно, дефицит был полтора миллиарда, который был погашен. За счет сокращения штата и за счет оптимизации расходов городской администрации полтора миллиарда мы погасили долгов, которые у нас висели на протяжении нескольких лет. Еще один переломный момент в дорожной сфере Краснодара. Такого масштабного ремонта, какой начался в 2017-м, краснодарские улицы не видели несколько лет. Половину улицы Тургенева строят заново. На Новороссийской наконец-то исчезли вечные ямы и впервые появилась ливневка. У Садового моста первый в его истории капремонт. Всего в 2017-м в Краснодаре отремонтировали больше 70 километров дорог. В этом будет сделано не меньше. Благодаря, наверное, все-таки слаженной работе, опыту, который мы набрали в прошлом году, благодаря непосредственно структурным изменениям, которые были проведены у нас в администрации города, мы эти работы начнем в ближайшее время, потому что конкурсные процедуры мы не затянули, мы их провели, буквально они сейчас уже завершились. Все озвученные изменения первым делом ощущают сами краснодарцы, говорит живущий в Краснодаре председатель ЗСК Юрий Бурлачко. И добавляют, то что эти перемены на самом деле ощутимы, уже подтвердилось, в том числе и отношением горожан к власти. За все семь избирательных кампаний это самое высокое доверие избирателей действующему президенту. И я хочу отметить в этой связи, коллеги, что это и достаточно высокий кредит доверия власти региональной и власти муниципальной, власти города Краснодара. В этом году реализация уже знакомых городу приоритетных проектов продолжится, заверил мэр. Краснодар получает надежную поддержку краевой власти, участвует в федеральных проектах, но в планах на ближайшее будущее войти еще в несколько программ финансирования, в том числе в программу обновления городского транспорта.